Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Пострадавшим от пожара жителям Борского района помогут материально. Областные власти выделят средства на первоочередные нужды, компенсацию за причиненный здоровью вред и помогут восстановить жилье. С сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Николай Плаксин. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. Россияне ставят антирекорды. Они задолжали банкам внушительную сумму, какие кредиты не гасят. Пострадавшим в крупном пожаре, который произошел в выходные в Борском районе Самарской области, окажут материальную поддержку. Об этом рассказали в Министерстве социально-демографической семейной политики региона. Жители двух населенных пунктов – села Гвардейцы и поселка Немчанка – могут рассчитывать на четыре вида материальной помощи. Со вчерашнего дня из областного бюджета на первоочередные нужды начали выделять по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Кроме того, жители, здоровью которых был причинен ущерб, получат по 50 тысяч рублей. И от 50 до 100 тысяч рублей областные власти выделят каждому домовладению для восстановления потерянного имущества. Заявление на этот вид помощи написали 13 человек. Кроме того, из областного бюджета выделят дополнительные средства тем, кто постоянно проживал в Гвардейцах и Немчанке и остался без крова. Для того, чтобы решить эту проблему, принято решение выплатить денежные средства на восстановление жилья и на социальная выплата будет на приобретение жилья. То есть у нас получается, что мы оказываем 4 различных вида помощи тем людям, кто пострадали при пожаре. Сумма выделяемых на восстановление и приобретение жилья выплат рассчитывается, исходя из установленных в Борском районе нормативов. То есть за основу возьмут стоимость квадратного метра на одного человека. Нормативно-правовой акт о денежных выплатах будет подписан до конца. И этой недели уже со следующей средства начнут поступать пострадавшим. Временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Николай Плаксин. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. До этого назначения Плаксин в течение пяти лет возглавлял Московское АО «Волго-Транстрой-Метро». За это время возвели станции Московская, Российская и Алабинская Самарского метрополитена. Кресло министра строительства стало вакантным весной этого года, когда его покинул Евгений Чудаев. Вслед за ним ушел в отставку главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников. И в июне подал в отставку в Рио главы ведомства Сергей Печушкин. За сутки в Самарской области зарегистрировали 434 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 87 156. До 1 ноября в Самарской области планируют привить 80% взрослого населения. Об этом говорили на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса. Какие решения еще были приняты в нашем сюжете? В больницах Самарской области на лечении сегодня находится 3446 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, у 90% пациентов течение болезни средней степени тяжести. 55% пациентов кислородозависимы. Поэтому почти на тонну за неделю увеличился среднесуточный расход кислорода. Свободный коечный фонд 11,5%. Что касается амбулаторных пациентов, то им проводится своевременная диагностика, обеспечение лекарственными средствами, мониторинг состояния. Отверждаю, что проблем с обеспечением нет. Большинство проблем связаны с какими-то нарушениями логистики. Имеется достаточный запас лекарств и препаратов. Ожидаем следующей поправки. Бюджет еще около 70 миллионов рублей. На прошлой неделе немного снизились темпы вакцинации. Сейчас привиты 983 тысячи человек. Из них свыше 828 тысяч завершили вакцинацию. На данный момент от плана, который составляет 60% взрослого населения, которое необходимо привить до 1 сентября, выполнено 63%. К 1 ноября необходимо привить 80% жителей старше 18 лет. Сейчас, понятно, есть особая, наверное, ситуация общественно-политическая. И мы достаточно мягко к этому подходим. И пусть путь будет длинный, но как бы это, наверное, это должно быть эффективно. Но, значит, и оправданно с точки зрения того, как люди воспринимают давление. Мы сейчас не можем допустить давления такого жесткого. На оперативном штабе было принято решение не проводить мероприятие численностью более 1 тысячи человек. При этом специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности. В первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование. Виктория Шара и события. В Самаре устраняют повреждения водовода в районе пересечения улиц Новосадовой и Советской армии. Порыв образовался на трубе диаметром 1200 миллиметров, которая пролегает на глубине более 8 метров. Напомню, в минувшие выходные водовод повредила подрядная организация в процессе строительства двухуровневой развязки. Оперативно приняли меры по обследованию сетей, переключению потребителей на резервные схемы, начали земляные работы. По обращению жителей был организован подвоз питьевой воды. В частности, бойлер размещен возле дома номер 6 по улице Академика Платонова. Сегодня специалисты продолжали земляные работы, откачку воды после утечки, демонтаж поврежденного участка, после чего его заменят и водовод подготовит к использованию. Бригады трудятся в круглосуточном режиме. Об этом говорили на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии под председательством первого вице-мэра Владимира Василенко. Отбор проб воды для анализа и заключения о ее пригодности к использованию согласно требованиям государственных стандартов. На рабочем совещании обсуждали подготовку города к отопительному сезону. Владимир Василенко отметил, что в первую очередь сейчас необходимо закончить перекладку теплотрасс вблизи объектов социальной сферы – детских садов и школ. На этих объектах необходимо закончить все работы к 29 августа, в том числе по восстановлению благоустройства, нанесению разметки и установке дополнительных ограждений. В целом, по городу работы, связанные с обновлением теплотрасс в полном объеме, выполнены более чем наполовину, а на других объектах готовность работ в части монтажа труб составляет уже до 75%. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию. Текст документа опубликовали на официальном сайте Кремля. Пенсионеры, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги начислят в сентябре этого года. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У коллекторов повысился процент взыскания. Россияне задолжали банкам рекордную сумму. По каким кредитам чаще всего удается взыскать деньги? Чаще всего по обеспеченным кредитам, ипотеке и автокредитам. А по каким займам сложнее, расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 25 августа – 73 рубля 94 копейки. Евро – 86 рублей 80 копеек. Нефть марки «Брент» торгуется на отметке 69 долларов 52 цента за баррель. Долги граждан по кредитам побили трехлетний рекорд, составив 311 миллиардов рублей за полгода. Кредитные учреждения передали коллекторам для взыскания просроченную задолженность. Эта сумма на 14% больше, чем была в 2020 году. При этом собираемость долгов улучшилась. Среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю за указанный период составила 18%. Самая высокая эффективность взыскания за полгода зафиксирована по обеспеченным кредитам. По автокредитам – 35%, ипотеке – 30%, а самая низкая эффективность в сегменте кредитных карт – 6%. Правительство выделит в текущем году полтора миллиарда рублей из федерального бюджета производителям программ для развития искусственного интеллекта. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления такой поддержки. Субсидии получат разработчики аппаратно-программных комплексов в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности. Поддержку смогут получить проекты, которые будут реализованы в течение шести лет. Размер субсидий составит до 500 миллионов рублей в год. То есть один разработчик сможет получить до 3 миллиардов рублей на один проект. Субсидии будут выделяться по итогам конкурса. Порядок проведения конкурса определит Минпромторг. Центробанк хочет ограничить допустимое время, в течение которого приложения и другие сервисы банков могут быть недоступны строго двумя часами. Согласно положению, которое разрабатывается, не более двух часов могут быть недоступны процессы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением банковских счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания, а также с идентификацией по биометрическим данным. Крупным банкам с активами более 500 миллиардов рублей дается всего полчаса на восстановление процессов, обеспечивающих размещение и обновление биометрических и персональных данных в единой биометрической системе. О выявленных инцидентах операционной надежности, принятых мерах и проведенных мероприятиях банки будут должны информировать Центробанк. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра и покупки полисов ОСАГО. Теперь они не привязаны друг к другу. Полис обязательного страхования можно приобрести без документа о прохождении ТО. При этом страховщики имеют право обратиться в суд и взыскать с автовладельца потраченные средства. Подробности в сюжете. Для получения полиса ОСАГО водителю не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. В России вступил в силу соответствующий законопроект. Заработал он с 22 августа, но приобрести полис по новым правилам можно будет только с 29 числа. По оценке Банка России это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и сделает процедуру доступнее. Ну а по мнению самих водителей упростит им жизнь. Конечно, для легковых автомобилей это будет нормальным. Потому что любой водитель, управляющий своим транспортным средством, он будет следить за своим техническим состоянием автомобиля. И что немаловажно, что сейчас, на сегодняшний момент, технический осмотр на новых автомобилей, оно все входит в гарантийное обслуживание. Водители смогут сэкономить как время, ведь только на сам техосмотр уходит в среднем час-полтора, так и деньги. Не секрет, что многие проходили осмотр автомобиля фиктивным, поэтому наличие техосмотра чаще всего не гарантировало надлежащей проверке машин. Несмотря на то, что автовладельцы восприняли нововведение позитивно, есть и подводные камни, рассказывают эксперты. Страховка без диагностической карты в некоторых случаях может не сработать. Если раньше при заключении договора страхования вы на весь период страхования были обеспечены диагностической картой, то сейчас, наверное, многие автолюбители решат сэкономить и не будут проходить технический осмотр. Но следует отметить, что в законе имеется основание для так называемых регрессных требований. Если вы виновник ДТП и в случае, если на момент наступления страхового случая у вас отсутствует диагностическая карта или срок ее в действии стек, то страховщик, выплативший страховое возмещение потерпевшему, он имеет право предъявить к вам требования о взыскании всех тех расходов, связанных с этой выплатой. Как рассказывают страховщики, регрессивные требования – популярная мера. Их и раньше часто применяли к тем, у кого истек срок действия диагностической карты. Сейчас огромная масса вот этих исков от страховых компаний своим владельцам полисов ОСАГО, у которых недействительные полисы техосмотра или они закончились до срока действия полиса ОСАГО. И предполагается, что будет дальнейшая доработка закона, в котором уже в тексте будет указано, что право на регресс у страховых компаний останется только в отношении такси и коммерческого транспорта, если не будет, соответственно, пройден техосмотр. Впрочем, уже с марта следующего года техосмотр планируют сделать обязательным, а за его отсутствие хотят ввести штраф – 2000 рублей. Однако в этом вопросе пока нет единогласия. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. В Самаре стартовала акция «Внимание, первоклассник» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из участников идет в первый класс и немного волнуется. Чтобы поддержать будущих школьников, городские власти устроили самый настоящий праздник с подарками. На нем побывала Ольга Хомракулова. Сюрпризы, загадки и викторины. В Самаре стартовала акция «Внимание, первоклассник», цель которой – оказать помощь и поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, поступающим в первый класс. В гимназию, где мама и папа учатся. Меня там ждут много приключений и много интересного. Я хочу там узнать, как химичить разные зелья из бутылок, потом кормить людей, чтобы у них было бесконечное здоровье. Городской департамент ОПЕГИ, попечительства и социальной поддержки проводит акцию уже 19-й год в рамках муниципальной программы «Самара. Детям. Мы разные, мы равные». Встречают аниматоры, играют с детьми, их приглашают на сцену, они читают стихи, все в шариках, мы им подготовили сладкие подарки. С каждым годом все больше и больше уделяется внимание именно инклюзивному образованию. Но в первую очередь, конечно, подготовка учебных заведений. Мы делаем и пандусы, да, мы приспосабливаем личный пролет. Мы еще и обеспечиваем ноутбуками детей с ограниченными возможностями, для того, чтобы они могли дистанционно обучаться. В этом году в городской акции примут участие 100 первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. Часть из них поздравили в поселке Управленческий. Праздник прошел с обязательным соблюдением правил безопасности, а также применением бесконтактной термометрии. Я думаю, это необходимо для детей, для того, чтобы они все-таки сначала развлеклись, размялись немножечко и подключились, уже потихонечку начинают подключаться к школе. Мы даже еще не успели рюкзак приобрести, а тут нам такой подарок. Это очень действительно и помогает родителям. Остальные ребята примут участие в районных праздниках, посвященных Дню Знаний, где также получат подарки. За время проведения акции «Внимание первоклассник» участие в ней приняли более 4 тысяч детей. Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Первый слет институции современного искусства международного уровня проходит в Самаре. На форум приехали молодежные делегации со всех регионов России и ближнего зарубежья. За 4 дня участники обсудят, как наладить взаимодействие между регионами, а также поговорят об общих проблемах развития современного искусства. На открытие слета побывал Сергей Кизоркин. Юные представители современного искусства России и ближнего зарубежья приехали в Самару на первый слет творческих организаций. Среди участников и художники, в широком смысле этого слова, и продюсеры. Все они мечтают быть замеченными публикой. Как в своем регионе, в своей стране, так и за рубежом. Поделиться опытом, как этого добиться, приехали более 80 институций из России и СНГ. Всего почти 200 участников. Приятно коллег увидеть воочию. Приятно как-то наконец-таки пообщаться, обсудить какие-то вопросы. Придем к хорошему решению, создаться что-то интересное, коммуникация наладится в конце концов, потому что многие связи оборвались ввиду пандемии. В прошлом году мероприятие провели в онлайн-формате. Сейчас местом встречи стала Самара. В течение нескольких дней для участников пройдут лекции, воркшопы и дискуссии на крупных культурных площадках города. Поздравила художников с грандиозным событием министр культуры Самарской области Татьяна Мардуляш. Этот слет, он не просто для всей России. Он станет поворотным и для развития современного искусства в Самарской области, потому что в Самаре на это есть запрос. У нас современное искусство поддерживается и губернатором. Осталось только собрать эти ресурсы и сделать рывок в развитии современного искусства, чтобы оно стало неотъемлемой частью жителей каждого города Самарской области. Профессионалы в области современного искусства обсудят, как привлечь спонсоров для реализации проектов и выстроить отношения внутри коллектива, а также как реализовать творческие начинания. Мы ждем какого-то всплеска, появления большего количества мастерских, художников, грантов, какой-то успешной коммерческой галереи и больших фестивалей или проектов, которые бы раз в год стягивали бы все внимание российской общественности именно к Самаре. Инициатором проведения форума стали областные власти. Для того, чтобы быть в авангарде, быть впереди регионов, быть впереди, так сказать, планеты всей. И поэтому, конечно, очень отрадно видеть, когда наши какие-то самые космические идеи, самые сумасшедшие, они воплощаются в жизнь и, честно сказать, от этого все счастливы. Это вот момент и пример именно консолидированной работы, которая приносит результаты и плоды. Кульминацией слета институцией современного искусства станет концерт в формате шоу-кейс. Сергей Кизоркин, Максим Гущев, События. Театр Самарская площадь открыл 35-й юбилейный сезон. Впервые он начался с постановки гастрольного театра «Отелье» из Германии. На сцене поставили историю по сборнику рассказов Сергея Довлатова «Чемодан». О планах на эту осень артисты рассказали Марии Левиной. Перчатки и в завершение старый армейский ремень. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Возможно, они таились в складках этого старого тряпья и вот теперь вырвались наружу. Но, как говорится, предисловие затянулось. История первая. На сцене театра «Самарская площадь» одно из самых известных произведений современного классика русской литературы Сергея Довлатова – восемь новелл о приобретениях и потерях «Чемодан». Моноспектакль артиста театра «Отелье» из дружественного Штутгарта. Изменилось какое-то время, изменилось наше отношение к этому времени. Тем не менее, человеческие беды, страдания и радости и прочие моменты, они остались прежними. Этим хороша история. Это, как Довлатов как раз говорил, когда человек куда-то уезжает, он не меняет ни место жительства, ни профессию, он меняет одни неприятности на другие. И в данном случае, это, конечно, очень забавно, что где бы человек ни оказался, все равно он свой человеческий груз, своей жизни, он с собой, как этот чемодан, тащит. Этой постановкой Самарская площадь открывает юбилейный 35-й сезон. Планы у театра амбициозные. Осенью труппа отправится на гастроли в Театр Российской Армии в Москву. Межрегиональная программа обменных гастролей реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт». Благодаря гранту Российского фонда культуры, нацпроекта «Культура», этой осенью в Самаре готовит и пара-фестиваль. Это фестиваль инклюзивных театров. Уже второй раз наш театр является соорганизатором этого уникального проекта инклюзивных театров. В этом году он обрел статус всероссийского. И кроме инклюзивных театров нашей Самарской губернии мы будем встречать гостей из Санкт-Петербурга, Ижевска, Воронежа, Ульяновска, Уфы, Екатеринбурга и других российских городов. Зрители увидят и уже полюбившиеся постановки, и премьеры. А в конце осени на сцену выйдут два новых молодых артиста, которые приехали работать в театр из Воронежа. Мария Леевна, Максим Гусев, События. В Самаре стартовал второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе. В этом году в Самару прибыли порядка 300 участников из 30 регионов. Лучший из них получит шанс попасть в сборную Российской Федерации. Подробности далее. В этой схватке Глеб Михалев, борец из Самарской области, уступил сопернику из Новосибирска. Говорит, не смог удержать темп во втором периоде. Соперник попался серьезный. Греко-римской борьбой спортсмен занимается уже 7 лет. Здесь, как в жизни, рассказывает юноша, важно держать темп и уметь принимать удары. Впереди у Глеба еще много тренировок. Он ставит перед собой амбициозные задачи. выйти на европейский уровень. Такие соревнования, как «Новая высота», помогают проверить себя и прокачать свои силы. Турнир всероссийский проходит уже во второй раз. Победа открывает спортсменам новые горизонты. Они получат шанс попасть в сборную команду Российской Федерации по этому возрасту. Я могу вам сказать, что двое ребят, кто боролся на турнире 2019 года, они уже проявили себе один первенство мира, второй, кто сегодня стал лауреатом, победителем Европы. Уважение к тренеру, уважение к делу, которым все мы занимаемся, и уважение к тем, кто занят с нами одним делом сначала, а к тем, кто это делает чуть лучше, обоснованное уважение, соответственно, чуть больше. В этом году в соревнованиях принимают участие 300 спортсменов из 30 регионов страны. Схватки проходят в 12 весовых категориях, от 42 до 120 килограммов. У нас есть золотые медали первенства России, первенства Европы и первенства мира. Я нисколько не сомневаюсь, что ребята, которые сейчас пройдут через вот этот непростой турнир, потому что вы видите, география расширяется, спортсменов больше, я нисколько не сомневаюсь, что мы этих ребят увидим на небосвоне, не только российских, но и международных, и олимпийских соревнованиях, и они прославят нашу великую и могучую страну. Турнир проводится в память о знаковом для современной России человеке-строителе-благотворителе Игоре Найвальте. Под его руководством построены сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 30 крупных спортивных объектов и более 70 храмов по всей России. В Самаре он руководил проектами возведения железноторожного вокзала, храма великомученика Георгия Победоносца, жилого комплекса Ладья на Самарской набережной, которые теперь являются визитной карточкой города. Игорь Найвальт сам занимался борьбой и на протяжении всей жизни оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта тысячам спортсменов в России. Мария Левина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова